Приветствую вас, друзья! Новый год надо начинать с новых объектов. И вот сегодня, еще не закончились едварские праздники, а мы уже с вами в новом облубежье. Оно небольшое, довольно типовое, и в состоянии пол-разрухи. То есть оно заброшено, оно оттопится, но все функциональные оснащения, все функциональные оснащения еще присутствуют. Сейчас пройдем небольшую экскурсию и все посмотрим. Так, мы с вами заходим с главного входа. Соответственно, можете посмотреть вот цвет гермо-двери. Гермо-двери старого образца, тоненькие очень, пожарный щит. Но хоть и гермо-двери тоненькие, их тут две с гермо-шлюзом, чтобы предотвратить проникновение веществ. Мы попадаем в основное помещение для укрываемых. Их тут всего два. Соответственно, тут раньше располагались нары. остатки нары. На них должны были размещаться укрываемые, соответственно. Тут должны были сидеть три человека, один сверху спать. Для нужд укрываемых два санузла. Один, сверху можете видеть гермоклапан. И второй. Писуар, небольшая раковина и унитазик. Тут же мы видим, что размещается бак с водой. Это вода техническая. Один бак должен быть с технической водой, другой с питьевой. Какой из них, какой, сейчас сложно определить. Во втором помещении для укрываемых, вот второй бак. Это, скорее всего, с питьевой водой. Второе помещение для укрываемых, оно чуть-чуть поменьше. Так, тут даже схема нарисована. Схема, а площадь не написана. Просто из площади можно было бы узнать, насколько человек размещалось. Сколько человек должно было размещаться. Ну, условно, тут около 150 человек. И последняя камера, фильтры воздушной установки. То есть, стоят фильтры, вентиляция. Вот, сментирована тоже схема. И второй запасной выход. Также тут две дермодвери. Дермошлюз и выход. Хоть убежище и небольшое, но тем не менее, оно все-таки интересное. И оно такое все ржавое, атлетное. Ну, лично мне понравилось. Надеюсь, вам тоже не забывайте подписываться. Ставьте палец вверх. Погода выстричь.